Анар Мавсунов В областном конкурсе спортивных достижений он выиграл в номинации «Лучший фотограф». Победить помогла серия снимков, посвященная Чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Я вот свои соревновательные амбиции реализую через фото-конкурс. Сейчас очень этому рад и приятно. Приятно всегда, когда уделяется внимание спорту и приятно быть к этому причастным. Мой секрет – смотреть, наблюдать, учиться предугадывать события, разбираться в тех видах спорта, которые ты снимаешь, чтобы понимать, что произойдет дальше в следующую секунду и вовремя нажимать на кнопку. Виктор Вдовин прошедший олимпийский цикл посвятил лучшему шпажисту Самарской области Павлу Сухову. Спортсмен уже в Рио-де-Жанейро. А заслуженный тренер России заскочил на один вечер в Самару на церемонию награждения. Получить свою почетную грамоту. В номинации «Лучший тренер» и сразу в аэропорт. Курс на Бразилию. Его олимпионик Павел Сухов выйдет на дорожку в первый день Олимпиады. Конкуренция в шпаге, где он в шпаге мужской, Сухов, очень высокая по всему миру. Там борьба идет уже с 32 команд, по уколам решается. Но, как говорится, есть на что рассчитывать. Он и призер чемпионата мира, и чемпионат Европы выиграл. И команда тоже выиграла кубки мира этапа. То есть будем драться, конечно. В канун Бразильской Олимпиады и Всероссийского дня физкультурника лучшим пропагандистом здорового образа жизни в Самарской губернии областной Минспорт вручал заслуженные награды. Почетные грамоты получили тренеры профессиональных спортсменов и любителей, а также инструкторы предприятий, учреждений и организаций, где на должном уровне ведется работа по привлечению сотрудников к занятиям физкультурой. Те спортсмены, которые выступают в том числе на Олимпийских играх, это продолжение, можно сказать, именно вот этой темы о том, что маленькие дети, которые смотрят и которые видят, что занимаются, и в том числе и возрастные спортсмены, бывшие спортсмены и жители города, они, конечно, пойдут в спорт. Для тех, кто не только дружит со спортом, но и активно им занимается, в Самарской области проходит ежегодная спартакиада среди работников органов исполнительной власти, предприятий и организаций, а также среди сборных муниципальных районов. На церемонии награждения смотра конкурса спортивных достижений свои кубки и медали получили и призеры этих соревнований. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Субтитры создавал DimaTorzok